Добрый вечер, уважаемые телезрители! Время на здоровье должно быть всегда. Но именно сейчас то самое время, которое точно пойдет вам на пользу. В студии Татьяна Домоданова, и мы начинаем. Я боюсь, что пойду к врачу и узнаю, что со мной что-то не так. Меньше знаешь, крепче спишь. Вот уж заболит, тогда точно посещу врача, а сейчас нет времени. Я не хочу знать о своих болячках, чтобы не накатила депрессия. Наверняка нечто подобное вы когда-нибудь произносили или даже регулярно произносите. Каждый аргумент, как говорится, имеет место. Но вот, например, у меня иная точка зрения, которая, кстати, совпадает с мнением медицинского сообщества. Кто предупрежден, тот вооружен. Ну и потом, у меня на меня большие планы. Присоединяйтесь, пройдите профилактический осмотр. Благо есть где, и благо это совершенно бесплатно. Я буду проводить забор крови с проскистирования на сахар и холестерин. Результат выдаётся быстро. Паспорт, полис и предварительная запись по телефону. Вот три составляющих, которые позволят попасть на бесплатное обследование в Центр общественного здоровья. Буквально за час вы получите исчерпывающую информацию о состоянии организма, причём всё будет быстро и конкретно. Вам уточнят состояние сосудов, сердца и органов дыхания, уровень содержания углекислого газа в лёгких, физические и психические резервы организма, функции органа зрения и внутриглазное давление. После всех исследований вы встретитесь с врачом-терапевтом. Он оценит все вероятные риски, сделает заключение и даст рекомендации. Кстати, скрининговое обследование в Центре здоровья доступно не только взрослым, но и детям. Только в финале вместо терапевта ребёнок отправится к педиатру. Центр общественного здоровья работает ежедневно, по будням. Записаться и что-то уточнить можно по телефону 8 84 22 32 58 08. И в продолжении темы. Наступивший 2023 объявлен в Ульяновской области годом охраны здоровья. И важная миссия здесь возлагается конкретно на работодателей, которые должны своевременно организовывать профилактические осмотры и всячески мотивировать сотрудников придерживаться здорового образа жизни. На крупных предприятиях стартуют компании по развитию корпоративной медицины. Более мелкие, видимо, как-то развиваются в этом направлении сами. Тут главное помнить, что эффективность труда напрямую зависит от состояния физического и душевного здоровья трудящихся. Рубрика «Профи» продолжит эфир. Здравствуйте, Алексей Александрович. Добрый день. Я ваш пациент. Мне было 6 лет, когда вы меня прооперировали с последней инвалидностью. У меня даже вот выписанной лист до сих пор хранится. И там вот врач, кузин Алексей Александрович. В один из теплых вечерних майских дней мы вышли с друзьями на улицу. Конечно же, просто так гулять по улице нам было скучно. А игры, в которые играли наши сверстники, нам порядком уже надоели. И мы не придумали ничего умнее, как залезть на дерево. Знал бы я тогда, чем это для меня обернется, я бы никогда этого не делал. Но, к сожалению, обернулось это для меня достаточно трагически. Я упал с дерева. Высота не была большой, но само падение было неудачным, потому что я зацепился левой рукой за арматуру, которая была в заборе, которая огораживала нашу школу. В травмпункте сказали, что «Ребята, это очень тяжелый случай, и мы не можем, так скажем, вас приоперировать». Они мне сделали укол обезболивающего, наложили повязку и направили меня как раз-таки в областную больницу. Слышал разговор медсестр, которые дежурили в отделении. Самое страшное было слышать, когда одна из них говорила, что, скорее всего, мальчику отрежут руку, потому что травмы очень серьезные. Очень этого боялся. Я помню, даже я у вас спросил, а мне не отрежут руку. Вы тогда отшутились, сказали, будешь много разговаривать, мы тебе язык отрежем. И улыбнулись. Александр Ильич, можно пройтись по отделению? Конечно, надеваемый халат, пойдем к отделению. Всего это? Я не против. Вам большая честь, на самом деле. Однажды, 18 лет спустя, вновь здесь, в этом отделении, где вы когда-то лежали, я так понимаю. Да, да. Какие эмоции, ощущения? На самом деле, я вроде вот, ну, хорошо у меня разговаривают, но сейчас внутри меня целый каскад эмоций, которые, ну, невозможно выразить словами. Та самая шестая палата, в которой, да, меня положили после операции, здесь я проснулся, вот, и когда я проснулся, первое, что я сделал, это проверил, то наместили моя рука, потому что, ну, действительно очень боялся, что у меня ее мутируют. Но, слава богу, благодаря профессионализму врача, который меня оперировал, все закончилось очень хорошо, и я благополучно реабилитировался, выписался. Прямо так хорошо его лицо, да, запомнили. То есть, ну, столько лет уже, как бы, все должно было так измениться, а вот настолько сильное впечатление. Знаете, воспоминания об этом человеке я хранил в самом глубоком уголке своего сердца, потому что это действительно, знаете, ну, неописуемо словами, потому что на тот момент этот человек помог мне преодолеть самый большой мой страх в жизни. Именно в 6 лет после этого случая я пообещал себе буквально, что я стану врачом, буду также помогать людям, вот. Потому что, ну, это впечатление, наверное, самое неизгодимое в моей жизни. Поступил на медицинский. Учеба там была очень сложной. Помню свои бессонные ночи за подготовкой к экзамену. Вот. Но я знал, куда я иду. Вот. И, к счастью, доучился до 6-го курса. Гафур, почему для себя вы выбрали именно онкологию? Ведь, например, если детская хирургия, тут всё-таки каких-то счастливых, исходов, благоприятных прогнозов гораздо больше. Онкология – это немножко другое, да, и рост заболеваемости с каждым годом увеличивается. Почему она? Разных людей встречаешь. Некоторые люди, например, когда слышат, что у них онкология, они прям впадают в какой-то ступор, а некоторые, наоборот, борются, цепляются за жизнь. Был пример такого мальчика. Ему было 13 лет, у него была лимфома, третья стадия. И я был удивлён тому, вот, вроде бы, такой страшный диагноз, но столько жизнерадостности в этом человеке было, сколько вот нету вот людей, которые нас окружают. Столько жизнелюбия. И поэтому работать с такими людьми, которые, ну, больше всего, наверное, нуждаются в надежде какой-то, в помощи, было бы честью для меня. Огромное спасибо декану нашего медицинского факультета, Беловой Людмиле Анатольевне, которая всегда поддерживала все начинания студентов, будь то творческие, волонтёрские, либо же научные. Вот. Вот, я сам с первого курса являюсь волонтёром-медиком, вот, и поэтому на себе чувствую поддержку нашего декана. Очень рад встрече с вами и очень ждал эту встречу. Ну, наша работа – это работа, это не подвиг, но я очень рад, что у вас всё хорошо и что вас зацепила именно медицинская профессия. Очень буду рад, если вы будете хорошим врачом, очень буду рад, если работать будем вместе, вокруг, как говорится. Крещенские купания никто не отменял. Всё будет, но важно соблюсти правила. Перед погружением нужно разогреть тело. Пробежка – идеальный вариант. Спиртное в этот день категорически противопоказано. Прежде чем войти в воду, надо намочить руки, ноги, лицо, лишь затем окунуться по шею. Но находиться под водой следует не более 20-30 секунд, дабы избежать серьёзного переохлаждения и дальнейших последствий. Вышли? Сразу разотритесь полотенцем, облачитесь в сухое и отправляйтесь в тёплое помещение. Выпейте травяной чай. Ещё больше полезных советов, но уже на другую тему в рубрике «Планета семья». Светлана, мы сегодня говорим на извечную тему одиночество, поиск своей второй половины. И тут мне не разнятся. Кто-то активно в поиске, кто-то говорит, что искать не надо, счастье оно, если нужно, и на печке найдёт. Где истина? Вторая половинка, она у каждого человека есть, и обязательно нужно предпринимать все меры для того, чтобы она пришла. Есть люди, которые очень активно ищут, они стараются, действуют и в интернете, и на свидания ходят, и на свидания вслепую, и обычные классические свидания. И вроде бы и попадаются достойные варианты, а всё на поверку оказывается не то. Почему так? Да, очень часто люди не могут встретить своего человека. Причин на то несколько. Но самая основная причина – это то, что мы повторяем сценарии своих собственных родителей. Если, например, мы наблюдали, где неудачные отношения между родителями, конфликты, мы невольно повторяем эту модель поведения с партнёром. Естественно, остаёмся разочарованными. Иногда мы сами не знаем, какие мы, и когда мы не понимаем, какой я человек, то есть люди часто говорят, я хочу, чтобы меня полюбили таким, какой я есть. А какой я есть, человек и не знает. Также бывают моменты, когда люди застревают в прошлых отношениях. Был неудачный опыт, человек не может забыть своего партнёра и, соответственно, фокусируется на вот этом прошлом, не может обратить внимание на то, что существует даже вокруг него в данный момент. Бывает то, что человек транслирует не то, что хотел бы. Например, визуально он делает вид счастливого человека, а внутри очень много накопленных обид, злости, гнева, раздражения. А мы прекрасно уже знаем, что мы все общаемся так называемыми метапосланиями. Есть закон притяжения, да, и вот то, что в первую очередь существует в наших мыслях, то другой человек и будет считывать, и на твои негативные эмоции к тебе придёт то, что будет соответствовать этим негативным эмоциям. Самое начало отношений – это всегда какой-то такой некий флёр, розовые очки, как мы любим говорить. То есть человек себя старается показать с лучшей стороны. А есть ли какие-то критерии, чтобы ещё в самом зародушии отношений оценить, насколько рядом с вами ваш человек? За короткий период времени, конечно, это оценить очень трудно, потому что нам всем нужно время для того, чтобы раскрыться, а вначале нам хочется показать себя с наилучшей стороны. Поэтому важно смотреть на действия человека в разных ситуациях, для этого важно как можно больше везде бывать, расспрашивать друг друга о детстве, о юношестве, о увлечениях, о каком-то, о мировоззрении. И обращать внимание, насколько ключевые аспекты совпадают. И самое главное, нужно смотреть, насколько вы с человеком можете договориться, слышать и слушать друг друга, потому что в дальнейшем это самое основное, что позволит сохранить отношения длительными и крепкими. И часто люди не слышат, обижаются на какое-то замечание или часто замалчивают то, что им неприятно, боясь обидеть кого-то. Таким образом, мы не понимаем, какие мы на самом деле и выбираем не те роли и не те модели поведения. Минуя какие-то красивые словесные обороты, можно прям вот практически пошаговый план действий. Что сделать, чтобы отыскать свою вторую половину? Во-первых, прежде всего нужно понять, какой ты сам человек. В чем твои плюсы, в чем твои минусы. Важно понять свои собственные границы. Как с тобой можно обращаться, а как нельзя. Кому-то допустимо, чтобы его обзывали, а для кого-то это совершенно неприемлемые вещи. Очень важно выбирать места, где мы знакомимся, чтобы они совпадали с нашими интересами. Потому что если будет партнер, который разделяет ваши интересы, это будет вас сплачивать. Очень важно понимать заранее, какого мужчину или женщину вы рядом с собой хотите. И есть даже замечательная техника. Можно представить себя рядом с партнером, с которым вам было бы хорошо, и поставить себя на место этого партнера. И посмотреть, каким бы он хотел вас видеть. И это уже будет некая такая отправная точка в действиях, к чему вам важно стремиться в своем состоянии, чтобы такой человек пришел. Очень важно научиться не копить в себе негативные эмоции, а конструктивно их выражать для того, чтобы вы транслировали способность получать удовольствие от жизни. А это очень важно, потому что партнер, которого мы выбираем, это не волшебная таблетка, которая нас должна исцелить от одиночества. А это человек, с которым мы становимся лучше, с которым мы разделяем наше хорошее состояние, с которым мы делимся и взаимно улучшаем развитие друг друга. В Сурдоцентре на Кролюницкого 6 теперь и по электронным сертификатам. Подбор слуховых аппаратов врачом-сурдологом, а также изготовление индивидуальных ушных вкладышей. Сурдоцентр. 50-70-25. 50-70-25. Когда-то очень давно он попал на цирковое представление. Да, в Ульяновске был свой цирк. Попал и пропал. В том плане, что захотелось повторить и превзойти. Я начал заниматься сам. Никто мне. Я врывал два столба во дворе. Вместо трубника перекладки лом-клам. И там занимался сам. Потягивался, пресс, крутился. Ну как, что мог. Затем Николай Исаков поступил в электромеханический техникум. Там-то его и заприметил тренер по спортивной гимнастике. Очень быстро появились успехи, которые, кстати, пригодились в годы армейской службы в Самаре. Командир части полковника, кажется, с ума сходил. Как я прыгал зимой. В керзово сапогах, в шинели, в шапке, в рукавицах. Не в спортзале на маты, а по тропке снежную топканы. Два-три шажка с ускорением. Рандат фляки пошел крутить акробатик. А потом был Ульяновский автозавод, а при нем секция тяжелой атлетики. Буквально через год после начала тренировок Николай Исаков победил на первенстве по Болжье. Дальше по нарастающей, которая, кстати, в действии по сей день. Чемпион России, Европы, мира. Сейчас уже среди ветеранов в своей возрастной категории. Аккурат перед Новым годом, 15 декабря 2022, Николай Васильевич по-прежнему бодро в форме, стал абсолютным чемпионом страны по тяжелой атлетике. И причем поднял в рывке более 35 килограмм. Да, рекорд России. Рекорд России. И вот такой кубок ему вручили. Это за абсолютку. За абсолютку. За абсолютку это кубок. Слушайте, он такой тяжелый. Тяжелый. Килограмма 4. Вчера созвонилась в Москву. Мне прислали ссылку на видео. Я вас нашла. Нашла. Увидела. Да-да-да. Скажите мне, пожалуйста, вы когда штангу подбрасывали вверх рывком-то, да? Что вы кричали? Там что-то? Ну, для возбуждения. А это для активизации. Для повышения, как говорится, боевого духа. Давний соперник Николая Исакова. Его ровесник из подмосковного Серпухова Василий Зубов. Вот он соперник, да? Да. Это соперник. Расскажите, что за человек? Ну, он полковник в отставке. Он в Московской области, город Серпухов живет. Он кончал политехнический институт в Екатеринбурге. Вместе с Ельциным. Ельцин на строительном факультете, а этот на механическом факультете. Но были знакомы? Они были знакомы, да. Мне пришлось с ним соперничать. В течение 30 лет. Но большинство я у него выиграл, конечно. Но он обижался пару раз на миллион. Спорт есть спорт. Куда вбиваться? Побеждайте, не идите. Практически всегда и везде Николай Васильевич перемещается с тростью. Все-таки годы, которые добавили проблем с тазобедренным суставом. Внес свою пагубную лепту и ковид. Я слышала, что коронавирусом вас тоже зацепило. Хотя вроде бы и береглись, да? И профилактику проводили. Да, в больнице лежал. Положили в больницу? Да, в автозаводской. Но я мало лежал. Дни пять, что ли, и меня выписали. Потому что у меня и то было поражение легких 40%. Ну, у меня кислорода нормально, все, и дни через пять выписали. Как восстанавливались? Так, свободно. Через недели-две начал тренировку. Вот, мое восстановление. Самое восстановление для меня, лучший рецепт, это занятие штангами. Весной очередной рыбок на чемпионат России в Бугульму. Восхищаемся, гордимся. Верим. Есть вопросы или пожелания? Пишите по адресу 432-001, город Ульяновск, улица Гончарова, 8, репортер 73. Телефон редакции 304073. Оставайтесь с нами, заглядывайте на сайт www.reporter73.tv, а также во все аккаунты наших соцсетей. На сегодня все. Поздравляю вас, дорогие телезрители, со всеми прошедшими праздниками. Тепла и уюта вашим домам, благополучия и процветания семьи. Берегите здоровье, чаще улыбайтесь и дарите себя этому миру. Увидимся через неделю. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин